Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Возмещев, и сегодня я расскажу 5 интересных приемов по работе с композицией и по анализу ваших работ, которые вы уже сняли. Первое — это анализ формы, где каждый предмет фотографии разделяется на определенные геометрические фигуры. Это треугольники, это прямоугольники, это окружности. Любую фигуру легко обозначить, любую фигуру легко найти. Когда мы разбиваем фотографию на простые формы, мы можем оценить взаимодействие фигур и можем оценить пространство в кадре. Это очень удобно, это показывает воздушность или наоборот замкнутость системы. И сейчас на втором примере я покажу, каким образом оцениваются пространства по краям кадра. Вот, допустим, у нас есть девушка, у нас есть пространство и у нас есть какая-то фигура, которая образуется за счет ее положения и ее платья. Если нарисовать треугольник, то вы легко это увидите. Нарисовать треугольник действительно полезная вещь, потому что так обозначить форму будет проще. Сейчас я обозначил прямыми линиями то пространство, которое у нас остается в кадре и то пространство, которое создает воздушность. Нету близкого касания форм, нету касания формы прямоугольника нашего кадра и нету касания треугольника фигуры девушки. Такой же метод можно применить к абсолютно любой фотографии. И вы видите, даже на фуд-съемках можно обозначить простые формы, простые комбинации и работать с ними. Обозначая эти формы до съемки, вы контролируете композицию. Обозначая эти формы после съемки, вы делаете работу над ошибками и анализ своих фотографий. Второй способ заключается в том, что мы рисуем сетку пространства и рисуем ключевые линии. Линии горизонта, вертикали, основные формы, но уже не привязываясь к конкретным фигурам. Допустим, возьмем классический кадр из студии и нанесем основные композиционные линии. Это вертикальность и линия горизонта. Причем эта линия горизонта может быть совершенно не на горизонте, а в любом удобном месте. И мы таким образом оцениваем устойчивость композиции, ее равновесие. Мы обозначаем определенным овалом или кругом ту зону, на которую падает внимание зрителя. И в этом ключе мы видим, что композиционно пара находится вполне удачно. Если бы они стояли сбоку, если бы они стояли, допустим, около одной стены, то композиция была бы уже неравновешенной. И нам пришлось бы вводить другие элементы, чтобы закончить эту композицию. Еще один пример, на котором мы можем посмотреть сетку и оценить устойчивость композиции, это кадр с балериной. Здесь я нарисовал сначала треугольник фигуры самой модели и сетку пространства, с которым, собственно, наш треугольник взаимодействует. Точка опоры, равновесие, устойчивость, она формируется из общего впечатления и линий, которые у нас образуются в кадре. Следующий пример – это фуд-фотография. Я буду показывать на разных примерах, чтобы вы видели, что метод работоспособный, что его можно применять вне зависимости от типа съемок, и он будет всегда подходить для быстрого анализа и обозначения быстрых форм. Здесь же у нас видна диагональная композиция. Диагональ поддерживается не только в предметах, но и в текстурах, фактурах самого стола и в некоторых перпендикулярных линиях, что дает очень четкую законченную композицию, которую легко прочитать. Но эта легкость чтения возникает только, когда мы нарисуем сами линии. Обычно для нас, когда мы формируем картинку, эти линии неизвестны и неочевидны. Их нужно для себя мысленно проводить. После того, как вы сняли, вы можете провести собственный разбор фотографий, обозначив основные ключевые линии. Третья интересная методика заключается в том, что мы оцениваем яркостные и цветовые пятна. Для удобства рассмотрения фотографии я советую фотографию размывать, для того, чтобы наше зрение не привязывалось к мелким фактурам, мелким деталям, к резкости, к тем персонажам, на которые мы смотрим, чтобы сама модель не затмевала и не мешала рассматривать фотографию. Есть пример резкого снимка, четкого снимка, и он состоит из основных двух оттенков. Если же мы отбросим все детали, мы четко увидим светлое пятно на розовом фоне. И таким образом мы понимаем, куда концентрируется взгляд, вне привязки даже к деталям. Это легко отследить на множестве фотографий. Это хороший прием, чтобы выделить главное на второстепенном. Светлое на темном – отличное решение, чтобы подчеркнуть модель или предмет нашей съемки. Также мы можем подчеркнуть предмет нашей съемки за счет его цвета. Допустим, детализированная фотография и недетализированная отличаются тем, что у нас есть цветовое пятно. Даже без деталей, даже без резкости мы совершенно точно ощущаем, куда нужно смотреть. Это хорошая методика, которая позволяет опять же делать разбор своих фотографий и в момент съемки оценивать то, что будет главным у вас на фотографии. Вы можете легко это сделать, использовав размытие на фотоаппарате, выкрутив объектив на максимальную или минимальную фокусировку. Кадр будет размыт, и вы спокойно увидите яркостные и цветовые пятна. Следующая методика призвана показать равновесие и устойчивость кадра. Очень часто присылают фотографии природы, архитектуры, но эти кадры с заваленным горизонтом или с заваленной вертикалью. Где же нужно искать эту вертикаль и что же должно быть главным в кадре? По опыту могу сказать, что самое главное это высота здания. Это главный ключевой элемент. Это человек, это вершина здания, это крыша, это пик или это купол. И через эту точку должна проходить вертикаль. Если мы нарисуем сетку, и совершенно очевидно, что эта сетка будет неравномерной из-за того, что съемка происходит снизу вверх, у нас появляются линии перспективы. Все линии имеют точку схода, все линии будут наклонными из-за того, что у нас есть перспектива. Но совершенно очевидно, центральная линия, та самая линия, где проходит главная деталь нашей фотографии, должна быть вертикальна. Еще один пример, который показывает симметрию кадра. Здесь у нас есть не только вертикаль, но и горизонталь, и здесь есть суперсимметричные формы. Очевидно, что такие кадры нужно делать именно по центру, с центральной композицией. Если предыдущая фотография была устойчива на нижней части фотографии, то этот пример показывает, что фотография должна быть устойчива вместе со своим отражением. То есть полная симметрия справа налево, сверху вниз. Третий пример показывает устойчивость композиции на основе двух простых фигур – прямоугольника и треугольника. При этом вы видите, что треугольник смещен немножечко влево. То есть вертикальная линия нашего кадра проходит там, где находится голова модели. Почему модель смещена влево? Дело в том, что ее платье, ее композиционный треугольник смещен именно этим углом в правую сторону. И чтобы уравновесить, сбалансировать картинку, нужно было поставить модель чуть-чуть левее. И таким образом у нас получилась более уравновешенная фотография. Последний пятый прием я тоже использую очень часто в работе. Дело в том, что на цветной фотографии очень трудно оценить главное и второстепенное. Очень много цветных деталей начинают отвлекать внимание. Если мы отбросим все цветное и будем концентрироваться только на яркостных составляющих, в таком случае наше зрение само подскажет, куда нужно смотреть. Что самое яркое, что самое темное и куда первым бросается взгляд. Я буду показывать несколько фотографий, и вы видите, что на цветном и черно-белом варианте гораздо четче видны объемы, гораздо четче видны какие-то формы, на которые нужно смотреть. И последний пример. Он достаточно блеклый, и поэтому для него я добавил несколько больший контраст. И сделал это с помощью кривых. Но вы видите, что на всей в среднем темной фотографии хорошо читаются лица людей. Это контрастное, четкое и достаточно светлое место, которое привлекает внимание. Способ обесцвечивания очень советую для анализа своих работ. Эти пять приемов помогут вам в работе и при анализе собственных композиций. Спасибо за просмотр ролика, подписывайтесь на мой канал и до скорой встречи!